Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио Спутник в Крыму. Воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака. Вода перед подачей жителям хлорируется. Аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия. И отсюда вот такой вот аптечный неприятный запах. Ну вот кому что слышится. Кому-то эта вода пахнет неприятно тиной, болотом. Кто-то чувствует запах аптечный. Варианты разные, но суть от этого не меняется. Действительно вода идет с таким запахом, что иногда вообще переживаешь. Не несет ли эта вода в себе большие угрозы. Все это мы будем выяснять в ближайшие минуты в нашей студии кандидат химических наук, доцент кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета имени Вернадского, Константин Работягов. Константин Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. У нас важная тема. Конечно, от вас хотелось бы услышать компетентные ответы по этой истории. У многих вода вот этот приобрела странный запах, у многих жителей Симферополя. Вот как нам объясняют в воде Крыма, в Минжи-КХ, питьевую воду перед подачей из водохранилища хлорирует, аммиак вступает в химическую реакцию с тем натрием, с гипохлоридом натрия, и возникает неприятный запах. Давайте, если можно, переведем все эти химические слова на обычный человеческий язык. Аммиак, гипохлорид натрия. Что это вообще такое, что за вещества, насколько они опасны? Ну, с первым все знакомы хорошо. Это тот резкий запах нашатырного спирта, который подкладывают человеку смоченным на ватку под нос, когда ему становится нехорошо. Резкий, в больших концентрациях достаточно опасный, ну, вплоть до летального исхода. В малых концентрациях бодрит, в совсем-совсем малых концентрациях мы его чувствуем, но он как бы нам не мешает. Второй компонент, гипохлорид натрия, это один из представителей обеззараживающей группы веществ. Ну, дело в том, что на стадии водоподготовки, чтобы она стала пригодной для употребления внутрь организма, ее нужно, конечно, избавить от всех живых существ, которые там живут и хотят стать нашими внутренними жителями. Понятно, что число реакций достаточно многообразно. Самая первая, самая простая, это реакция окисления аммиака с образованием обычного атмосферного азота. Хотя по дороге могут образовываться и другие компоненты, которые тоже достаточно быстро разлагаются и угрозы организму не несут. В основном, конечно, они опасны для простейших, для бактерий. До вирусов, конечно, они добраться не могут, но вот бактериальная очистка воды – это один из самых простых способов. Когда-то воду очищали, обеззараживали. Не очищали, а обеззараживали, конечно, обычным хлором. То есть использовали хранилище с хлором. Более быстрый, более дешевый, но и более опасный способ, потому что при попадании в воду органических соединений могли образовываться намного более токсичные вещества. Вообще история с очисткой воды и в Крыму, и вообще во всем мире – это достаточно сложная ситуация, потому что, ну, давайте так, совершим небольшое путешествие на полвека назад, чтобы понять, насколько важный ресурс вода. Вода стоила газированная стакан – одна копейка. Ну, вроде дешевле уже ничего не стоило. При этом, например, литр бензина, самого простого, 66-го, стоил 4 копейки. То есть получается, что бензин, продукт переработки нефти, уже в те времена, то есть полвека назад, стоил дешевле, чем вода. Но сейчас, конечно, ситуация с водой все более и более тяжелая. У нас в регионе еще связано это с, ну, такими, с периодическими изменениями в количестве поступающей воды. Жители Южнобережья, конечно, находятся в зоне, ну, глубокой зависти, потому что они питаются водой родниковой, то есть им практически почти ничего и очищать не нужно. Водозаборы находятся в верхних районах южной нашей главной гряды Крымских гор, и там водичка, ну, очень чистая, прям родниковая. А вот та, которая перед тем, как попасть к нам на стол, долгое время хранится в водохранилище, вот та, конечно, требует очень долгой очистки. Во-первых, нужно убрать из воды все механические свешенные примеси. Но здесь просто. Система фильтрации разработана достаточно эффективно, хотя, опять же, в случае аварии в водопроводах твердые частицы попадают и могут привести, ну, вплоть до поломки фурнитуры. То есть хозяйки, которые пользуются дорогими кранами современными, да, с фарфоровыми, с керамическими вставками, во время закрывания крана из-за такой твердой частицы могут просто свое сантехническое чудо привести в негодность. На втором этап... Ну, это, во всяком случае, те взвеси, которые мы можем пощупать. Это какой-то песок, что-то, да, абразивное. Ну, да, все-таки достаточно крупное. Его, по крайней мере, видно. И, конечно, если такую воду налить в стеклянную тару и поставить на стол, она достаточно быстро осядет. Кстати, один из простых эффективных способов очистки воды, особенно вот нам сейчас, когда воду дают по часам, да, люди воду запасают и обращают внимание, что после второй-третьей эксплуатации емкости на дне образуется достаточно плотненький, такой серовато-бурый, у кого-то серовато-зеленый, от района зависит осадок. Вот это тоже неприятная вещь, потому что при попадании его в ту часть системы очистки воды, где происходит самая важная для нас часть, это обеззараживание, потому что, ну что, ну попала песчинка, да, ну проглотили мы ее, она как вошла, так и вышла. А вот когда к нам попадают живые организмы в воде, вот тут, конечно, ситуация очень плохая, и поэтому обеззараживание крайне необходимо. Ну вот это обеззараживание, которое дает тот самый неприятный запах, с которого мы начали, оно, понимаем, конечно, что это необходимая история, что обеззараживать воду надо, но все равно вот внутренне, и даже нас уверяют службы, что вода пригодна, она нормальная, и она пригодна для того, чтобы ей пользоваться. Вот есть такой комментарий, что вообще питьевая вода может содержать до 2 граммов аммиака на кубический дециметр, а сейчас в ней 1,75, то есть вода пригодна к использованию, но мы уже, получается, подходим вот к той самой верхней норме, к которой не очень хотелось бы подходить, но факт остается фактом. Как здесь себя настроить, это хорошая вода или нет, вообще можно ли ей пользоваться, можно ли ей умываться, и как-то кожа часто контактировать с такой водой, или вот сейчас как раз в тот период, когда сложности в Симферополе с водоснабжением лучше где-то такую воду в баках отстаивать, или, например, использовать исключительно в технических нуждах, а уже для приготовления супов и борщей, и для умывания использовать какую-то другую. Ну, давайте начну с положительной эмоции. Да, вот этот вечный конфликт интересов. Что же? Есть такой старый добрый детский анекдот, когда бабушка говорит внученька, положи в стаканчик серебряную ложечку. Зачем, спрашивает внучка? Ну, как, говорит бабушка, серебро убивает микробов. Так что возмущается дочка? Я должна пить чай с дохлыми микробами? Вот этот конфликт, да, ситуация такая. Надо либо воду достаточно эффективно очистить, либо пусть она имеет, скажем так, меньший цвет, меньше запах, но тогда гарантированно никто не скажет вам, что вместе с этой вот кажущейся чистотой в наш организм не проникнут нежеланные гости. Ну, таких нежеланных гостей в воде на самом деле не очень много в зимний период времени. В основном все эти вот кишечные вредители, они как бы, это теплый период года. Ну, и зимой может что-то проскользнуть. Поэтому, конечно, это та ситуация, когда, ну, немножко нужно перетерпеть, потому что действительно количество воды в водохранилищах очень мало. Тут кроме, собственно, вот этого вот упомянутого вещества аммиак, которое может попасть в организм, есть еще и другие вещи. Это донные отложения, которые несут более сложные органические вещества. При хлорировании они могут стать серьезно токсичными. Поэтому в этом случае производитель, конечно, перестраховывается и увеличивает количество окисляющего, ну, в данном случае это хлор, окисляющего агента. Может быть, это издержки большого производства. Есть государства, где обеззараживание воды производится путем облучения ее жестким ультрафиолетом. Считается, что это как бы... Это эффективнее? Да, он действительно с той же эффективностью убивает микроорганизмы, но это, во-первых, а, намного дороже, и, б, это требует изменения всей инфраструктуры водоочистки. А у нас ситуация даже с инфраструктурой подачи довольно тяжелая, да? Изношенность системы водопровода настолько высока, что руководство республики об этом в открытую говорит, называет цифры потерь от 50 до 70 процентов. Поэтому, если тут еще и пожаловаться на то, что у нас вода не тем способом обеззараживается, то совсем плохо получается. Но, тем не менее, вот один из способов... Так что, собственно, с этой водой можно сделать? Один из способов – это просто банальное отстаивание в открытой таре. То есть, если вы хотите дома начать раздельное использование воды, то воду, которая используется для технических нужд – умываться, мыть посуду, все что угодно другое, да? То есть, не внутрь себя. Ее можно хранить в любой таре, даже в пластиковой, хотя при хранении в пластиковой, в полиэтиленовой таре она тоже приобретает вот такой характерный затхлый запах, даже будучи предварительно очищенной. С этим все знакомы. Летом постояла, да? И уже запахок появляется. Ну, смотря, сколько постояла, но вот эта вот вонючая вода, уж простите меня за такой термин, но по-другому не скажешь, которая сейчас идет из крана у многих симферопольцев, она иногда даже и после фильтрации остается с тем же самым запахом. И запах остается даже, когда вода отстаивается. Там день-два все равно запах не уходит. Ну, он остается, да, но он уже не принесет. Но чуть-чуть уменьшается. Да, он не принесет никакого вреда организму, если пойдет внутрь. Если же действительно вы попали в район, где у нас очень сильно по районам это дело тоже скачет, потому что и от дня недели зависит, потому что это, скорее всего, мне кажется, был залповый вброс, который, ну, как у нас всегда бывает, все неприятности случаются не по злому умыслу, да, а по чьей-то бестолковости. Возможно, это был залповый вброс, когда действительно где-то на предприятии водоочистки что-то прозевали, и в какое-то там несколько часов эта вода попала в систему водопровода. Такую воду отстоять можно. Она действительно станет вполне технически пригодной для любых внешних нужд нашего организма. Если уж совсем-совсем тяжело, то на какое-то время можно для принятия внутрь перебиться водой бутилированной. То есть вода бутилированная... А вода, если такую воду прокипятить, она станет идеальной для питья? Она станет еще более пригодной для питья, потому что при кипячении часть, значительная часть тех веществ, которые обеспечивают запах воды, тоже улетучивается. Поэтому я возвращаюсь к моменту. Если мы берем внешнее использование, такая вода вполне годится. Если внутренняя, ее либо нужно заменить водой, которая прошла дополнительную очистку, либо же использовать ее для приготовления пищи методом тем самым датки печения. То есть если вы такую воду используете для приготовления первого блюда или второго блюда, во-первых, вы уже не почувствуете никакого запаха, потому что попавшие в еду продукты придадут воде свой запах, замечательный запах, свежая отваренная курица, например, или еще какое-нибудь блюдо, которое вызывает повышенное слюдное отделение, мы ничего этого уже не почувствуем, потому что наши рецепторы не сработают в таком вот негативном ключе. Ну вот здесь самое главное, нам надо понимать, что вода действительно не опасна, и тут смущает только запах. То есть его убрать как-то, чуть-чуть отстоять, перебить. Я правильно вас понимаю? Да, она даже не просто не опасна. Если какое-то количество, ну, излишнее количество хлорирующего агента, ну, в разумных количествах, конечно, попадет в организм, оно даже где-то, в общем-то, и полезно. Потому что... Да, потому что большинство веществ, которые оказывают противомикробное действие, они строятся по той же самой схеме, путем уничтожения попавших в организм паразитов вот таким прямым ударным методом. Ну, не скажу, как насчет коронавируса, да, у него другой способ попадания в организм. Но вот большинство инфекций кишечного характера, которые попадают к нам через пищевод и желудок, они тоже получат свою порцию. То есть удаление гнилосного запаха – это одно из направлений использования гипохлорита натрия. Константин Васильевич, какой фактор вообще должен в воде настораживать чаще всего? Это ее цвет, запах, привкус? Вот как бы вы посоветовали нам определить качество воды в домашних условиях? Есть ли такие... Ну, вот мы все не химики, давайте представим ситуацию, мы не понимаем сути процесса, видим только по факту. Либо вода коричневая, либо вода с запахом явным, либо она какая-то странноватая на привкус. Что должно насторожить? Ну, первое, конечно же, это цвет. Вода должна быть прозрачной, бесцветной жидкостью. Если она мутная и окрашена, это уже настораживает. Хотя здесь тоже, опять же, есть свои такие, ну, любопытные нюансы. К примеру, люди, которые ремонтировали в своем доме водопровод, знают, что в течение некоторого времени вода желтоватая. Она окрашена солями железа, которые вот от свежевставленного участка трубопровода некоторое время окрашивают воду, пока не покроется трубопровод изнутри защитной оксидной пленкой. Но все равно не должно быть ни цвета, ни никакой плавающей взвеси. Второй этап – это, конечно, запах. Ну вот, если типичный, вот как его называют, да, запах морозного утра, который знаком всем хозяйкам, потому что это все обеззараживающее средство для очистки ванн, для очистки раковин, для очистки унитазов. Если он в небольших количествах присутствует в воде, это положительный знак. Такую воду достаточно просто немножко отстоять, она чуть-чуть постоит, и приобретет, утратит этот запах и приобретет нормальную, соответствующую техническим условиям кондицию. Если же запах совершенно другой, ну вот напоминает запах, например, который в луже где-то вот застоявшийся, болотный, как его называют запах, вот это уже очень плохой признак. Скорее всего, в этом случае мы имеем дело с водой, которая каким-то образом прошла мимо очистных сооружений. То есть там тоже работают люди, там тоже работает техника, в любой момент возможен сбой остановить. Ну, можно остановить, но несколько десятков сотен кубометров воды прошмыгнут систему водопровода. И вот это вот очень плохой признак. Такую воду, конечно, ни в коем случае употреблять нельзя. То есть если вот, как сказали, да, аптечный запах, там некоторые называют, или там вот запах бытовой химии, вот это еще не все так плохо. Это значит, что вода была подвергнута обработке, но где-то чуть-чуть перестарались. Переборщили, перелили. Это со временем само все рассосется. Кислород, который образуется при разложении гипохлорита, окислит всех, кому ему положено окислить. Если не окажется клиентов на окисление, он просто покинет воду. Ну, даже если не покинет, останется в ней. Все равно в воде кислород растворяется довольно хорошо. Все морские и речные организмы за счет него только и живут. Ну, вот как раз та вода, которая сейчас имеет этот неприятный запах, она идет из Симферопольского водохранилища, там, где уже объемы очень небольшие, и начинает засасывать в трубопроводы как раз воду со дна. Но в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселая». Это позволит перебрасывать воду с западного направления на киевский район города. Тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет, и вода будет другой. Так говорят на предприятии «Вода Крыма». Вот эта вода из скважин, она тоже ведь должна фильтроваться? Расскажите о ней, когда она приходит. Конечно, давайте момент еще маленький по поводу водохранилища. Вообще сам факт использования воды Симферопольского водохранилища это огромный форс-мажор. Эту воду не надо использовать для питья. Смотрите, ведь река протекает, начиная от Ангарского перевала и на своем пути проходит через все населенные пункты Салгирской долины. И проконтролировать хоть каким-то образом количество сбрасываемых отходов в эту воду, а там все что угодно. И отходы сельскохозяйственного производства, и типичные бытовые ходы. Некоторые регионы даже вообще не имеют, и населенные пункты, и дома владения не имеют вообще центрального канализационного коллектора. Поэтому это все попадает в реку Салгир и в конце концов водохранилище. И замена воды вот такого открытого хранения на воду из скважин, это, конечно, очень хорошо. Ну, скажем так, все, кто имеет возможность сравнить воду из водопровода и воду из скважин, говорят, что первое, конечно, это фу, а вот вода из скважины, это, да, действительно. Потому что она прошла естественный, природный цикл очистки. Ну, скажем так, давайте берем вот, да, обычная грязная бытовая вода, не техническая, она приобретает вполне нормальную кондицию, пройдя через слой почвы толщиной всего 15 сантиметров. То есть микроорганизмы, живущие в почве, они настолько рады тому, что на них вот такое счастье свалилось в виде наших продуктов жизнедеятельности, что все это поглощают с огромной скоростью. То, что прошло через гораздо более долгий путь, погрузилось на глубину во скважину, да, 15, 20, 50, больше метров. Это вообще замечательная вода. Вода из нижних горизонтов, это уже вода, которая продается почти без дополнительной очистки. Вот смотрим, да, там на бутыльке написано из артезианской скважины 80 метров. Кто-то хвастается из артезианской скважины 200 метров. То есть вода очень высокой степени чистоты, к тому же она еще дополнительно естественным образом минерализована. То есть вот то, что все предлагают нам там в качестве лекарственных средств, чтобы мы не нервничали, чтобы зубы не болели, чтобы волосы не секлись, вот оно там уже, в принципе, готовое есть. Если бы люди имели возможность пить вот такую воду ежедневно, то это, в общем-то, было бы... Вообще бы все было прекрасно. Да, было бы кризисом для некоторых фармацевтических направлений. Но она все равно какие-то очистки должна проходить, вот эта вода из скважин, но не такие прям серьезные, как вода. Да, естественно. Конечно же, процедура, стандартная процедура обеззараживания обязательно. В этом случае, конечно, можно даже сэкономить на обеззараживающих агентах, потому что лаборатории контроля качества воды, они, во-первых, проверяют воду на входе, что там есть. Тут же быстренько делают расчет, сколько там нужно в соответствии с белковой массой, которая там находится, дать обеззараживающего агента. То есть тут экономия агента раз, и минимальное воздействие на воду это два. Ну и самое главное, вот если вода из, скажем, надежных проверенных горизонтов, она может вообще не требовать никакой дополнительной очистки. Даже так. Люди, которые путешествуют, например, по горным районам Крыма, прекрасно знают, что есть некоторые категории родников, где вода в таком состоянии, что можно прямо туда трубочку опустить или чашечкой черпнуть, выпить, и одно удовольствие. Да, помню, раньше были времена, очень много было таких источников, к сожалению, все меньше и меньше их становится, но, слава богу, еще хоть какие-то есть. Еще один момент, очень многие сейчас стали покупать бутылированную воду, переходят на минеральную воду для того, чтобы какой-то водой запастись в доме питьевой, или воду фильтруют. Давайте еще этот момент с вами уточним. Начнем с фильтрованной. Какая вода фильтрованная подходит для того, чтобы ее можно было пить. Вот есть же разные уровни фильтрации. Да, огромное количество производителей фильтров самых разных уровней, начиная от простых, которые просто удаляют взвесь из воды и заканчивая фильтрами, которые в своем внутри содержат активированный уголь, на который нанесено тончайшим слоем аморфное серебро, которое обеззараживает. То есть вот такие дорогие системы, они, конечно, очень-очень эффективны. Поэтому здесь перечень широчайший. Все упирается в толщину вашего кошелька. Ну, давайте самое простое. Вот есть такие кувшины. Они могут хорошо, они помогают фильтровать? Он снижает жесткость, он убирает взвешенные частицы, он удаляет, частично удаляет растворенные вещества. Дальше. Вода бутилированная, которая продается в расфасовках 5-10 литров, она пригодна для питья в чистом виде, без кипячения? А вот теперь с бутилированной водой. Ну, давай так, я начну опять же, как бы, да, все веселое такое. Содержит долю правды. Когда-то, лет 20 назад, один мой знакомый сказал мне, хвастаясь тем, что у него свое предприятие по изготовлению минеральной воды сакской. Он сказал, мы хорошие производители. Мы воду 3 дня отстаиваем перед тем, как ее в систему подавать. А вот есть, говорит, у меня конкуренты, которые воду берут прямо из водопровода. Тут все упирается, да, все упирается в добросовестность производителя. Да, насколько он гарантирует содержание вот этой тары, в которой он продает свою воду, содержимое, вернее, да, с тем, что написано на этикетке. То есть, если производитель добросовестный, то можно, правильно? Ну, то есть, если это какие-то известные бренды, то, скорее всего, все нормально. Кстати говоря, на эту тему буквально вот накануне было проведено исследование Роскачества. Можете зайти на сайт Роскачества, почитать, там есть и производители, и есть, кстати говоря, действительно вода, в которой очень много находили содержание нитратов повышенной, марганца обнаруживали. Поэтому тоже вот будет для вас полезна эта статья. Почитайте. Константин Васильевич, мне остается вас поблагодарить за интересную беседу, полезные советы, которые дали сегодня. Кандидат химических наук, доцент кафедры общей физической химии Крымского федерального университета Константин Работягов был у нас сегодня в гостях. Я благодарю вас. До свидания. Всего хорошего. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник» в Крыму.